Доброе утро, дорогие ребята! Я рада видеть вас сегодня на уроке математики. Ну-ка, проверь, дружок, ты готов начать урок? Все ли на месте, все ли в порядке? Ручка, книжка и тетрадка. Все готовы? Значит, начинаем! Ребята, вы любите путешествовать? Я предлагаю отправиться на прогулку в лес. Но прогулка непростая. Здесь, в лесу, нам понадобятся математические знания. Надеюсь, вы покажете, чему уже научились. Сегодня, во время нашей прогулки по лесу, мы с вами будем сравнивать предметы и группы предметов. Научимся их уравнивать. Прогулка будет интересной и полезной. Отправимся путешествовать мы на поезде. Давайте посчитаем, сколько вагонов в нашем поезде. Все вместе. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это был порядковый счет. А давайте с вами просчитаем обратным счетом. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Ребята, этот счет называется количественным. Ребята, мы поедем в этом вагоне. Какой он по счету? Скажите мне, пожалуйста, какое число стоит перед числом пять? Пять. Правильно, четыре. Какое число стоит перед числом семь? Молодцы, шесть. Какое число стоит после числа четыре? Пять. А какое число стоит после числа восемь? Девять. Хорошо. Продолжаем. Какое число стоит между числами шесть и восемь? Молодцы. Семь. А между числами три и пять? Четыре. Здорово. Скажите мне, пожалуйста, какие правила поведения мы должны соблюдать? Конечно, быть внимательными и старательными. Итак, мы прибыли в лес. Здравствуй, лес, великий лес, полон разных ты чудес. Нам сегодня помоги, двери детям отвори. Ребята, в лесу нас встречают сказочные герои. Посмотрите на экран. Из какой они сказки? Правильно, это сказка «Белоснежка и семь гномов». Скажите мне, пожалуйста, хватит ли шариков всем гномам? Да, верно. А как вы это узнали? Посчитали. Молодцы. У нас с вами на экране восемь шариков. Кому взять лишний шарик? Да, конечно, вы правы, белоснежки. Ребята, а достаточно ли шариков, чтобы каждый гном получил по два шарика? Нет, и здесь вы правы. Мы покидаем эту полянку и едем дальше. Деревья в лесу самые главные, важные, без них невозможна жизнь всех лесных обитателей. Они дают пищу, кровь. А какие деревья в лесу можно встретить? Назовите деревья, которые вы видите на экране. Правильно, это дуб, ель, береза. Ребята, а что происходит с деревьями осенью? Верно, опадают листья. Посмотрите на экран. Листья каких деревьев упали на полянку? Молодцы, дуба и березы. Посчитайте, каких листьев больше? Как узнать, что нужно сделать? Правильно, мы расставим эти листья парами. Ребята, а что нужно сделать, чтобы листья встала поровну? Молодцы! Добавить один лист березы. А еще, как по-другому уравнять листья? Конечно, убрать один лист дуба. С этим заданием вы справились хорошо. Устали? Давайте отдохнем и встанем на физкульт-минутку. Руки подняли и покачали. Это деревья в лесу. Руки нагнули, кисти встряхнули. Ветер сбивает росу. В стороны руки плавно помашем. Это к нам птицы летят. Как они сядут, тоже покажем. Крылья сложили назад. Итак, ребятки, мы с вами присели за стол. Продолжаем наш урок математики. И мы отправляемся дальше. Посмотрите, кто гуляет по лесу. Как назвать этих животных? Верно, домашние. А где живут домашние животные? Ребята, наши друзья приготовили вам задание. Посмотрите на экран. Ответьте на вопрос. Каких фигур больше и на сколько? Верно, фигур на поляне одинаковое количество. По цвету синих пять, красных пять. По форме кругов пять. Прямоугольников тоже пять. Продолжаем наше путешествие. Мы едем дальше и попадаем на поляну необыкновенных фигур. Кто догадался, как можно назвать их одним словом? Совершенно верно, геометрические фигуры. Посмотрите на слайд. Какие геометрические фигуры вы видите? А на какие две группы можно их разделить? Правильно, по цвету красные и синие. По форме круги и прямоугольники. Посмотрите на экран. Что перед нами? Да, это полянка. Что вы здесь увидели? Конечно, цветы с божьими коровками. Сколько цветов? Молодцы, три цветка. А сколько божьих коровок над цветами? Пять. Внимательно посмотрите. Каждой ли божьей коровке достанется цветок? Правильно, да. А почему вы так думаете? Я с вами согласна, потому что цветов меньше, чем божьих коровок. А сколько нужно убрать божьих коровок, чтобы их стало столько же, сколько цветов? Совершенно верно, две. Хорошо, убираем. Сколько стало? Три божьих коровки. Ребята, а давайте уравняем божьих коровок и цветочки другим способом. Я уверена, что догадались. Надо добавить два цветочка. Правильно, молодцы. Ребята, подводя итог урока, мы с вами сегодня научились сравнивать и уравнивать предметы и распределять их группы. Вы отлично справились со всеми заданиями. И в подарок я вам предлагаю запомнить вот такие слова о лесе. Лес богатство и краса. Береги свои леса. Помните об этом. Спасибо вам за урок. Вы молодцы. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова